Николай Трюдо. Что будет после войны или после пропаганды войны, он меня послушал и в результате войны. Николай. Значит, ну все получили то, что хотели на этой пропагандистской кампании. Чуть-чуть поправил имидж Байден, что неплохо. Путин чуть успокоился, там с ним разговаривают. Украина получила оружие и внимание мира привлечено к ее проблемам, к проблемам оккупации. Мне кажется, Украина, если бы она заняла сейчас более активную позицию, она могла бы повлиять на ситуацию с оккупацией Крыма, создать какие-то условия для международных конференций, для начала решения этой проблемы. Но позиция Зеленского, ну, как я вижу ее отсюда, связана с желанием не усугублять ситуацию. Люди не погибают, и слава богу. Но опасность состоит в том, что сегодня не погибают. Завтра Путину может понадобиться активизация, и люди начнут погибать. Ну, надо думать о будущем, но с другой стороны, советовать. Я уже столько советов дал Владимиру Зеленскому и с СБУ, и с службой безопасности, и с пропагандой антидемократической, с парахаботами, что он не очень следует. Ну, какие-то решения принимаются. Ну, он несет ответственность, а не консультанты. Вот он принимает решения. Понятно, что после того, как против него будет организована мощная пропагандистская кампания, и он проиграет выборы, что вероятно. Он будет жалеть, что не послушал хороших советов, но я знаю очень много известных, великих политиков, с которыми разговаривал, обсуждал именно вот это. Почему меня не послушались? Ну, нет-нет. Вот, так что после окончания вот этого сценария, это очень искусственный, конечно, сценарий, придуманный, повторение фактически, сценарий этого фильма «Wag the dog». Хвост, который крутит собакой. Ну, «Оскар», наверное, надо вручать. Поскольку это явление искусственное, ну, я не думаю, что вообще какие-то последствия стоит об этом говорить, тем более, что все разошлись с прибылью. Общественное внимание Украине, общественное внимание Байдену, общественное внимание Путину. то внимание, которое он хотел, он не хотел быть, в последнее время не хочет быть культурным, позитивным героем, ему нравится роль страшилки. Ну, получил. Вот. Последствий никакие, к счастью. Будем ждать следующего кризиса, следующего обострения. Некоторое смещение произошло, конечно. Но его надо оценивать уже не в килограммах, а в миллиграммах.